45 образовательных организаций Чукотки получат новое цифровое оборудование. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования в школы и техникум округа поступят ноутбуки для преподавателей и мобильных классов, многофункциональные устройства, интерактивные комплексы и планшеты. Также полностью будут оборудованы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Анадоре, Белибино, Певеке, Угольных копях, Эгвекиноте, Проведение и Лаврентия. Образовательные учреждения Чукотки оснастят современной техникой. В школы и техникумы округа оборудование поступит в рамках нацпроекта образования. Создание цифровой образовательной среды подразумевает одновременное использование единой электронной системы и традиционного подхода к обучению. Такой шаг должен сделать его более доступным, качественным, а сам процесс обучения более увлекательным. Последнего показателя планируется достичь за счет внедрения современных технологий. Перечень оборудования принадлежит определенному согласованию с Минпросвещением. Там оборудование абсолютно качественное, абсолютно все новое. С этим даже были сложности, потому что оно не массовое, оно достаточно индивидуальное, высокого уровня. Поэтому там некоторые приходили, сделали доп. заказы непосредственно производстве. Сюда включают, конечно же, скажем так, компьютеры. Причем компьютеры разделены, компьютеры для учащихся, для классов. Все это на уровне ноутбуков, то есть больших стационарных нет. Есть компьютеры, которые идут для учителей. Есть отдельный блок компьютеров для административного персонала. Естественно, сопутствующая периферия и новые современные, скажем так, как мы привыкли называть, интерактивные доски. Но это уже нечто другое. Это уже совершенно другой шаг вперед. Полностью оборудуют и центры образования «Точка роста». В округе их будет восемь. Два в Анадоре и по одному в Билибино, Певеке, Угольных копиях, Эгвикиноте, Проведение и Лаврентия. Руководители и преподаватели центров образования «Точка роста» прошли курсы повышения квалификации в онлайн-формате. Наставники освоили курс «Гибкие компетенции проектной деятельности». Отдельное внимание было уделено дизайн-мышлению, мозговому штурму и теории решений изобретательских задач. Новое цифровое оборудование позволит усовершенствовать образовательный процесс и внедрить в него цифровые технологии, используя их на уроках и внеурочной деятельности. Благодаря этому ученикам сельских школ станут доступны технологии виртуальной и дополненной реальности, а также другие современные технологии. «Точка роста» – это тоже комплект оборудования, но он более широкий. Он, скажем так, направлен на новые подходы в преподавании технологии с уходом в инженерию больше. Затрагивает вопросы ОБЖ, ну тоже, скажем так, такого прикладного характера. И IT-технологии. Вот на первом этапе. Немножко там робототехники будут, но это отдельный разговор. Это, скажем так, мы сейчас работаем отдельно под эти точки роста, скажем так, чтобы робототехнику туда включить. Но это, еще раз говорю, это вот отдельный пункт, который сейчас просто находится в стадии проработки. В точке роста будут использоваться 3D-принтеры, квадрокоптеры, VR-шлемы, а также мощные вычислительные станции. Новый учебный год в округе планируется начать в привычном режиме. Дистанционный формат возможен лишь при возникновении новой волны заболеваемости. Но к такой форме обучения на Чукотке теперь готовы. Современное оборудование откроет новые возможности как для учеников, так и для преподавателей. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.